Воскрес! Воистину воскрес! У вас такая книга есть дома, нет? Конечно, есть. Нету, да? Нет, есть книга. Есть? Вы ее читаете? Конечно. Вас что-то не видать, под глаза отрезает. Поменьше, вот так. Отложите. Вы же знаете, что это книга жизни. Она дает человеку направление только к Богу. И отвечать по ней надо. Воскресе Библии. Если у вас вопросы есть какие, вы можете выходить на наш YouTube, на Skype. Можем поговорить. У нас большой видеоканал, называется Воскресе Библии. Воскресе Библии. Игнатий Лапкин. Если вы можете зарядить себе, зайти. У нас там 15100 роликов. Да, мы строим деревню православную. Где все верующие. А чем отличаются православные люди от 50-х? От чего? От 50-х. Ну, 50-ники – это не церковь, во-первых. Это секта. Секта, ересь. Церковь от Христа идет. Он ее основал. А они возникли спустя 1800 лет. Что, Христос второй раз разве приходил? Это обман. Вот они говорят 50-ники на разных языках. А какие языки – никто не знает. Что говорят – никто не знает. Написано – духи повинуются пророкам. А у них не повинуется. Если он начал горготать, его не остановить. Написано – нет толкователя, молча, он не может. То есть все показывает, что это не от Бога. Ириней Леонский пишет, что в III веке уже об языках слышно не было. Церковь распространилась, и люди на всех языках уже разговаривали библейскими текстами. Я их 50-иков очень хорошо знаю. Мое обращение было среди них. Я там впервые получил Евангелие. Хорошие люди, все, но они не церковь. Потому что... Почему так считаете... Как говорите? Почему так считаете, что они церковь, там все дела? Что у них не так? Ну, я вам сейчас объяснил, вы пропустили мимо. Господь... Нет, нет. Вот, Евангелие от Матфея, у вас, если есть, можете открыть. 16 глава, 18 стих. Господь говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вы в это верите? Ну... А когда он ее создал? В 2000-е годы. Во второй главе Деяния апостолов, и в 10-е. Язычники, евреи, иудеи, все приняли церковь. У вас опять ушли куда-то кверху. Маленько пониже сделайте. А Господь не сказал, что если в церкви будут какие-то ошибки, там, или как они говорят, то я второй раз буду создавать. Они могут создавать организации, называть церковью, но Господь не говорил, что он будет создавать несколько раз. Это обман. Христос создал однажды ее, в день Пятидесятницы. И церковь, вот, мы православные, первый век, спроси, кто православный, мы можем назвать, кто канонизировал, во втором, третьем, пятом, десятом, кто так верил, как мы. А они никого не могут показать, потому что их не было. Тут легко понять, что их не было. Они образованы где-то в девятнадцатом веке были. Там Воронаев больше потрудился у них. А сейчас ходят... Ты посудить, Библия-то одна и та же? Библия-то одна и та же, а дотолкование разное, дорогой. Вот написано, врата ада не одолеют ее. Вот сидят пятидесятники. Я у них проповедь говорю. Я говорю, что такое врата ада? Ни один не может ответить, ни в Москве, ни в Риге, нигде. Они не знают, у них нет благодати истолкования Писания. Совсем нету. И таких мест Писания... А? Секта, получается. Секта, секта, притом колещащее здоровье. У них психических заболеваний под сто процентов иногда подходит, вся община. Они ничего не могут сделать. Это одержимость бесовская. Баптисты-то и трезво рассуждают. Тоже секта, тоже не церковь, но у них нормально разговаривают. Бывает, принимают Писание, сами хорошие проповеди говорят, а здесь нет этого ничего. Какой вопрос не возьми, он в руках расползается. Нет, ну если судить, Бог-то один и тот же. Бог-то один и тот же. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Он же один, а просто разные понятия. Книга одна, вот книга одна. Вот она у нас книга, вот видите как. У них тоже книга эта, но они из нее 11 книг выбросили. Кто же это позволил? Господь говорит, дороже неба и земли. Небо и земля предут, слова мои не предут. Ни одна йота черта. 11 книг выкинули. У нас 77 книг, а у них 66. Цифра 66 уже настораживает. Ну да. И они берут православные, они не переводили. Вот они против православных. Там иконы, вот иконы, идолы, иконы, идолы. У них даже понятия нет. Иконы, идолы это разные. Идолы от Бога уводят, а икона приближает к Богу. Вот я их спрашиваю, скажите. Давай, вот сейчас мы разыграем. Вас как звать? Меня Павел. Павел, меня Игнатий Лапкин. Город Барнаула, Тайский край. Вот, только там не нажмите кнопку, чтобы нас не разъединило сразу. Под рукой, чтобы не было ее. Нет. Да. Вот мы беседуем с 50-никами. Я говорю, вы верите, что Христос вошел в храм и выгнал продающих и покупающих? Они говорят, так написано. Он говорит, дом мой, домом молитвы нарисуется, а вы его сделали домом торговли. Ну да. Давайте. Дом мой. И он его признал своим? Признал. Ну куда здесь, если канон, он говорит, дом мой. Ну, по-другому. А что тут толковать-то? Я говорю, а что это был за храм? Ну, Соломонов. Какой Соломонов-то? Соломонов был разрушен. Вторая книга, Парарипоменон, 25-я глава. На ухода носа разломал море медное, все сосуды увел. У Даниила написано, что эти сосуды-то были в плену. Там они, когда кисть... Да как-то, да какой. Они не понимают Писание. Я говорю, второй храм был построен по возвращении с плена. Он называется Зарававелев. Иисус и Асидеков, сын и Зарававель. Они построили второй храм. А пророк Агей говорит, не кажется ли вам, что этот храм очень мал по сравнению с прежним-то? Ничтожим. Как бы ничто. Им открываешь Писание, они смотрят. Скажите, вот храм, в который пришел Христос, кто построил? Они-то уже одинаково говорят. Зарававель. Это второй храм был. А в третьем Антихрист сядет. Вот сейчас. Вот царят они его, и будет один царь над всей землей. Второй храм, как он выглядел-то? Там иконы были? Да какие иконы? Я говорю, давайте. Вот сколько их там? 150-50-тиков сидят, а я за кафедрой. Они слово дают. Ну, вы верите, что в храме иконы были? Да не было. Я говорю, открывайте. Из Икиили, 41-я глава, 17-й стих. Вы себе запишите. Книга пророка Из Икиили, за Еремеев он идет. И написано. И Бог сказал, и сделай изображение внутри и снаружи, от пола до потолка. Резные изображения. Слово изображение в переводе в оригинале икона. Икона. Экон. Тут ничего не надо толковать. Не сделай того, что на небе вверху. А это хюрвимы были. Они вверху. Кто позволил делать? И в Ветхом Завете это же было. Над камщегом распростертое, крыльями касались друг друга. 20-ю главу берут, не сделай изображения. А в 25-й главе исхода написано, сделай. Вы что, читать не можете? Тогда поплыли. Все. Я говорю, как же так верить в Бога? А Богу, что Бог говорит, не верит. У вас капище языческое. Иконы, они показывают, есть небо, есть хюрвимы. Бог повелел. Бог сказал, сделай, как ты видел на горе. Моисею было показано, что ты видел, так и сделай. Это проект Бог дал. Они ничего не понимают. Я с ними 56 лет. Не два года. Я открываю Писание. Писание. Вот они, говорят, на разных языках. Я говорю, да там же написано, что языки знамения для неверующих. Ну вот, говорит, неверующие увидят, что мы... Неверующий войдет и скажет, не беснуетесь ли вы. То есть они вас бесноватыми признают. Что и есть в действительности. В общем, получается, типа, секта, да? Да. Вы запишите наш канал. Называется «Во свете Библии». Запишите. А где-то надо было, это, повелеть там языки? Вас записать-то есть карандаш? Нет, я уже гляну сейчас языки. «Во свете Библии». «Во свете». Свет светит. Нет, а какой там стих глава был? Сейчас сначала запишите, как нас найти. Игнатий Лапкин. Меня запишите, чтобы... Нет, нет, я понял. Вот сейчас не дам. Иезеки Илья, 41-17. Иезеки Илья, 41-го глава, 17-й стих. Иезеки Илья, 41-17. Вот, что Христос заходил в храм и говорил «Дом мой», а в этом доме были иконы, снаружи и снутри, от пола до потолка. Они эти стихи перепрыгивают, и как будто их нету. Ну, так же нельзя. Бог дал указания, описал храм, а вы хулиете, богохульники. Священное изображение Богом повелено делать. Ну, там же не было людей. Не было, потому что до Христа все шли в преисподние места. А теперь небо открыто. Ну вот, да, написано. Теперь Христос, воскрес Христос. И где я, там вы будете, он прямо сказал. Иду приготовить обители вам. Ну вот, так типа и написано. Так и написано, да. Ну вот, блин. Да, ну вот так. Но у вас Новый Завет только. Это не Библия. Нет, нет, это полностью. Полная. Полная Библия? А вы вот откройте ее. Там написано «Канонические книги» в первой странице. Самая первая. Если написано «Синодальный перевод», то там правильно. Только книг нету. Что там написано? «Каноническое». «Каноническое» означает 66 книг. «Ну да, здесь 66 книг». А у нас 77. А они взяли это от православных. Они против православных воюют. Я говорю, а кто вам сказал, что 4 Евангелия? Матфея, Марка, Лукьяна. Так так есть. Их было 20. Евангелия от Фомы, от Евреев, от Иуды, Басилиска. Они ничего не понимают. А как... Созумел, да? Да, 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 я знаю. Ну, смотрите, изображение креста у вас и у меня разница? Ну, да. Ну, вот так вот оно идёт. Так это православные соборы. Какие книги войдут в канон? 85-е правило апостольское. Они всё отбросили. Вот какие книги. Эта церковь православная сохранила книги. А перевод кто делал на русский язык? Православная церковь? Вы будьте благодарны-то хоть маленько. Перевод-то трудно было делать. И вот с еврейского делали, с греческого. Сверялись с латинским. Поэтому я никуда не хожу. Так, пошли, да? А? Какой вопрос, я не понял. А, я сказал, поэтому я никуда не хожу. Вы не ходите никому? Ну, я ходил, а сейчас вообще никуда не хожу. Вы в православную церковь идите? Со священником поговорите, исповедуйтесь? Да я просто не знаю, куда идти, кому верить, ещё как. Просто многие, вот кого не слушал, каждый на своём, знаете, настаивал. А я на своём разве? Павел, я по-своём ещё говорил. Я что по-своём? Я ссылаюсь на Писание и говорю, это не моё. Это Бог сказал. Моё вот тут ещё нету. Все так говорят. Все говорят. Ну, пускай они объяснят. Вопросы, которые я вам задаю. Были изображения в том храме, в котором Христос приходил? Библия говорит, были. А они говорят, не было. Ну, и что по-своему-то? У них ещё нет, одна ложь. Бог говорит, изображения были. Он повелел делать. Бог. Исход, вторая книга, 25 глава говорится, что Херувимов сделай. Сделай. А в 20 главе говорит, не сделай, потому что там кумиры, идолы. Нельзя же так, чёрное, называть белым. Так, вы уходите? Нет, нет, нет. Здесь я спущу. Ну, вот я вам ответил. Если у вас будут вопросы, вы по скайпу меня найдите. Игнатий Лапкин, запишите. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Ну, если ничего нет, больше вопросы есть? Да я не знаю, блин. Как бы всё понятно. Ну, все говорят по-своему. Ну, говорят они по Писанию. Как по-своему? Как он скажет? Я говорю, дома... Знаете, типа, они тоже ссылаются на это Писание. Вы поближе к микрофону. Микрофон поближе. Микрофон. В общем, все ссылаются на своё Писание, типа. И каждое Писание отвечает, что и как. Православные Библию эту собрали и православные перевели. Ни баптисты, никто, их не было во сне даже. Это сделано... Яговистов я вообще ненавижу. Как? Яговисты. Яговисты, да это совсем неверующее. Они написали... Я вообще не... Они написали книгу свою, новый всемирный перевод. Ну, они сами себе написали, что они там могут убить. Они написали. На них подали в суд. В Англии было. Из шестерых, которых взяли переводчиков, они ни одного слова не могли перевести. Ни одного предложения. Опять же. Они не знают ничего. У них как? Души нету. Муки вечной никакой нету. Церковь это не церковь. Ну, какая вера-то? Система вещей, система вещей. Так. Да. Да надо, наверное, ему брякнуть-то будет. Хорошо. Если он на меня выйдет, я ему скажу. С Богом. Благодарю. А вот вы в церковь входите, да? В церковь, да. Мы в эту церковь входим. У меня брат священник. У нас полный порядок. Тишина. Кто-то там пьет у вас? Сколько что? Кто-нибудь пьет там, допустим, алкоголь там или что? Ну, вы знаете, зайдите на наш YouTube. Я повторяю, у нас 15 тысяч роликов. Вы увидите, как у нас служение идет, какие проповеди говорятся. Может, кто-то из людей, знаете, там, вот священники, может, пьют, кто-нибудь пьет, там, знаете. У нас не пьют, в рот не берут. У нас этого нету. Просто многие, я слышал, типа, вот православные там. Ну, может быть, я ничего не отрицаю, ничего, всякие. У нас этого нету. Мы даже в рот не берем. Я вот лет 50 мясо никакое не ем. Ну, еще какая моя заслуга-то? Просто я не хочу, и все. Мы ни пива, ни водку, ни брашку, у нас ничего нету. Абсолютно сухой закон. Ну, как в Писании написано. Ну, в Писании написано про пьяниц, а вино не грех. Потому что Христос грех не делал, а написано, воду превратил в вино. Что он грех сделал? Ну, да. Ну, тем более вещерик была, они же в вино пили сидели. Ну, вот я вам ответил так на это. Так, если вопросов нет, я буду уходить сейчас от вас. Игнатий Лапкин. Заходите по скайпу, вы меня найдете. Запишите, Игнатий Лапкин. Лапкин, да, я записал. Всего хорошего, Павел. С Богом.